Всем привет! Вы на канале Сам Себе Повар. Меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами приготовим замечательное блюдо на обед или ужин с гарниром из болгарского перца и оливок. И мясо обжаренное и замаринованное. Это очень вкусно и очень быстро готовится. Давайте приступим! Вот такие продукты нам для этого мяса понадобятся. На гарнир я буду использовать просто болгарский перчик. У меня здесь по полторы штучки красного и желтенького. Но здесь, конечно же, не все на столе. Соли и перца здесь нет. И еще нужно будет немножко подсолнечного масла для обжаривания мяса. Сначала приготовим маринад для нашего мяса. Чеснок я уже раздавила в миску. Добавила сюда соли. Теперь выкладываю сюда горчицу. Бальзамический уксус. Оливковое масло. Я буду использовать смесь перцев. Немножко красного. Теперь нужно все это размешать. Теперь наше мясо необходимо отбить. Я буду использовать обычный пакетик. Буду класть сюда кусочек мяса. И просто побью его сверху молоточком. Чем лучше вы отобьете мясо, тем вкуснее у вас получится ваша свининка. Теперь мы будем его окунать в маринад. По очереди каждый кусочек. И переложим в тарелку. Оставим его в другой тарелочке минуток на 5 мариноваться. Пока наше мясо маринуется, я порезала уже овощи, перец болгарский, оливки я порезала на 2 части и лук. Также необходимо порезать. Идем жарить мясо. Поставим сковородку на огонь. Нальем в нее растительного масла. И теперь будем выкладывать в сковородку кусочки мяса и обжаривать их с двух сторон. Перевернем на другую сторону. Поджарим с другой стороны. Достаем наши кусочки из сковородки. И так посудим со всем мясом. Так, достаем последние кусочки мяса. Выкладываем их в тарелку. Они у нас полностью уже готовы. Теперь в эту же сковородку выкладываем лучок. Обжарим его. Теперь выложим в наш лук остатки маринада, в котором мариновалось наше мясо. Теперь выкладываем перец. Поджарим его под крышкой до мягкости. Теперь добавим сюда оливки. И подержим еще под закрытой крышкой минутки 2. Такой замечательный ужин мы приготовили очень быстро. На все про все ушло минут 30. Давайте посмотрим, какое мясо получилось внутри. Ну вот, посмотрите, какое оно получилось. Тоненькое, нежненькое, промаринованное и очень вкусное. Попробуйте и вы себе такое приготовить. А я, как всегда, желаю вам удачи. Большой и маленькой. Готовьте с настроением, кушайте вкусно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!